Итак, всем привет, дамы и господа, с вами Бакс. Я вновь буду напрягать свои голосовые связки, потому что мы записываем по Сакуре кое-что, Swim Club, очередная часть. Я не уверен, насколько она будет интересна по отношению к остальным. Вот Фрапс у меня записывает немножко дерганно, видите, да? Но суть в том, что у меня нет столько места для Фрапса, а для нее, в принципе, ничего не нужно особенного, потому что там будет всего лишь слайд-шоу. Картинки, текст мы читаем. Так, у меня вшит хентай-мод, поэтому должно быть интересно. Нет, текст быстро, слишком, слишком быстренький. Ой, как все лагает, или мне кажется? Это не важно. Так, утрецом, значит, не, быстро, слишком быстро. Мне кажется, все слишком дерганное, и для бандикама она не очень подходит все это. Мое нелюбимое время дня. Утро, когда ты еще не совсем проснулся, чтобы что-то сделать. Тем не менее, есть столько дел, которые нужно сделать сразу. Вот опять же, нет. Бандикам ты не подходишь, но где же мне найти столько места, чтобы я мог взять и записывать спокойно, сколько захочу? Так, ну, кажись, все решено. Фрапс подъехал, надеюсь, все будет идеально. Но места у меня не так много, чтобы я записывал по несколько серий. Так, читал я это или нет, что я забыл. Тем не менее, есть столько дел, которые еще нужно сделать сразу. Мне нужно принять душ, позавтракать и подготовиться к предстоящему дню. Я не люблю утро, но никакие мои стинания этого не изменят. Все, что мне остается, это принять новый день. Наконец-то, я вытащил себя из кровати. Яркие, теплые лучи солнца проскальзывают в мою комнату сквозь шторы. И еще один прекрасный солнечный день. А также долгая дорога к новой школе. Так что я смогу провести еще много времени на солнце. Доброе утро, мир. КАЭД. Это, походу, мы. Хотя я вовсе не считаю это утро добрым. Вот я, как среднестатистический человек, не считаю ни одно утро добрым. А какое-то определенное утро добрым быть не может, я так думаю. Как обычно, мне никто не ответил. Похоже, это будет еще одно тихое утро в одиночестве. Если подумать, то каждый семестр я проводил в разных школах. Во-первых, это связано с моими родителями, ведь они так много путешествуют. Даже сейчас они продолжают посылать меня в разные места в надежде, что одна из них раскроет во мне семейный дар. Они всегда говорят мне, что, возможно, я просто немного отстаю от остальных моих родственников. Или что они просто не нашли места, где бы я мог раскрыться. Не думаю, что они смогут признать то, что их единственный сын не будет вундеркин дом, как все остальные в семье. Я не винил их в этом. У нашей семьи долгая история успеха. Что ж, нравится им это или нет, но от меня это не зависит. Посмотрев на часы, я почувствовал, как мое сердце провалилось в пятки. Я проспал на несколько минут дольше, чем обычно. поднадобится около 20 минут, чтобы дойти до школы. Но спешить, конечно, если уж ты опаздываешь. Хотя я бы не стал. Так, мне лучше поторопиться. Я не хочу выслушивать дравоучения родителей по телефону, если опоздаю в первый же день. Но думаю, да. Итак, я снова здесь. Я стою перед очередной школой, которую выбрали для меня родители. Такой же вход, такой же сад. Это место такое же скучное, как и все остальные школы, которые я видел. Я уже чувствую, как что-то внутри меня застонало. Это явно не то место, которое заставит меня раскрыться. Нет, мне не нужно быть таким циничным. Мне нужно дать шанс этому месту. Если я не дам ему шанса, то точно не узнаю, что может произойти. Итак, вот оно началось. Шаг за шагом постепенно все начинается с начала. А мирское начало, которое я испытываю много раз. На мгновение мое тело отяжелело. Это борьба, чтобы заставить себя пройти через это. все с самого начала. Я ничего не могу поделать, чтобы избежать этого. Потребовалось несколько минут, чтобы найти класс. Это, знаете, это как студенты приходят на первый курс и ходят по колледжу и вообще не понимают, куда идти и что делать. Потерявшиеся щенки или котята. У меня в принципе было так же. Снова это нервное ожидание перед входом. Казалось бы, сколько раз это уже было, но все же. А никогда неизвестно, что ждет тебя с другой стороны. Конечно же, учитель скажет снова те же слова, которые я уже неоднократно слышал. А сегодня я хочу представить вам нового ученика. Он жестом подзывает меня в класс. Это, в общем, она. Ой, это он. 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 Да, это по всей видимости он. Все их взгляды устремлены ко мне. Я всегда жду, что их приговор будет суровым. Ученики, это Каэда. Я надеюсь, вы будете относиться к нему с уважением. Сделай глубокий вдох. Все будет хорошо. Я, Каэда. Рад знакомству. Надеюсь, мы поладим. Похоже, никого из класса это совсем не интересует. Ну, потому что быть новичком это тяжко, конечно. А, вероятно, они скучают. Так же, как и я. Я слишком замечательно знаю это чувство. Это все, что вы хотели бы рассказать нам о себе? Ой, на самом деле рассказывать нечего. Похоже, это был не тот ответ, который учитель ожидал. Но тогда почему бы нам не начать урок? У нас много работы, так что пройдите на ваше место. Думаю, мы посадим вас тут. Он указывает на место в заднем ряду. Я знаю, что хотел бы дать этому месту шанс, но сейчас у меня плохое предчувствие. А коротко вздохнув, я сел на свое место. Итак, ученики, сегодня мы будем изучать, а первый урок идет именно так, как и ожидалось. Слова учителя сливаются друг с другом. Все, что остается, так это слушать всю воспринимает то, что он говорит. Учитель все говорит и говорит о вещах, которые меня совершенно не волнуют. Не думаю, что у меня не хватает способностей, а просто меня это совсем не интересует. Ну, так же, наверное, думает каждый ученик и студент. Это не то, чтобы я без мозгов, просто мне это нахуй не надо. Очевидно. Мои родители считают, что настоящая любовь это то, что мне нужно, чтобы началось мое пробуждение. На самом деле, все, что мне сейчас нужно, а так это найти причину, чтобы уйти отсюда. Пока я не нашел уважительную причину, может, тогда уходить пока не стоит. Блин, вот мне надо снимать свэп, потому что вот у меня прям эмоции на лице написаны, когда я читаю все это. Как будто это говорю чисто я. Все это исходит из меня, а не что-то читаю. Я еще пытаюсь что-то показывать жестами как-то. Жалко моя века говною, я не могу ей пользоваться. Мог бы, но не стоит. Подходит время к звонку извещающего о конце урока. В конце концов, единственное, на чем я могу сфокусироваться, это часы. Я наблюдаю, как медленно двигаются стрелки. Это касается всех вас, ученики. Пожалуйста, ознакомьтесь с материалом, пока у вас есть на это время. Это будет на вашем экзамене. Поскольку я собираюсь уйти, учитель, словно почувствовав это, останавливается передо мной. Вы были совершенно невнимательны. Я знаю, вы здесь только первый день, но вы должны отнестись к этому серьезно. Я знаю, а в следующий раз я буду внимательнее. А вы в этом уверены? Я знаю, что вы довольно проблемный молодой человек. Прыгайте из школы в школу, едва проходя любые из ваших предметов, лишь поверхностно их изучая. Ваши родители посвятили меня в ваши проблемы. Приятно создавать, что они приняли меры. Я не могу заставить вас учиться, но пожалуйста, у вас есть шанс стать лучше, чем все остальные. Обладание способностью к чему-то большему поможет вам в этом, так ведь? Надеюсь. Похоже, мой ответ не убедил его. А может вам кто нужен, чтобы подтолкнуть вас? Это неплохая мысль. Нам всем нужен кто-то, кто может мотивировать нас. Так почему бы вам не вступить в клуб? В нашей школе их много. Я уверен, что найдется такой, который заинтересует вас. Теннис, футбол, а, это клубы, да? Ну, это собрание людей, которые играют в ту или иную, ну, вы поняли, занимаются тем, 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 так клубом называется у них. Клуб футболистов, клуб баскетболистов, клуб, ловцов там и, не знаю, тех, кто качается в качалке, клуб качков, блять. Допустим. Окей. Ах, неважно. Ну, как, стоп, стоп, стоп. То, что мы сейчас проходим, это свим клуб. Свим клуб. как вам угодно. И, ну, скорее всего, если я кивну и соглашусь, почему-то мне кажется, что так или иначе я пойду на плавание. Что я сам скажу, что я просто кивну, ну, потому что в игре-то свим, значит, это свим должен быть. Ну, так или иначе, я сам уж тогда под это самое. Подождите, что-то сказали о плавании, вы. А у этого клуба плохая репутация. Вам не стоит туда вступать. Плохая репутация? Я уверен, что вы найдете то, что сможет вас заинтересовать. Ладно, не буду больше отнимать у вас время. Он быстро выходит из комнаты. Из класса. А то, что он сказал о плавании, должен признаться, мне стало любопытно. Но сначала я посмотрю другие клубы. Ну что, посмотрим, есть ли здесь что-нибудь способное меня заинтересовать. Допустим, допустим. В этой школе есть один плюс. Это отсутствие слухов. Мне удалось ускользнуть незаметно. Какое облегчение. Это самое предисловие. Сейчас маленько уйду от диалога. я пытался записывать другую Сакуру. Как бы по Сакури игр там много. Даже новых. Там еще несколько штук. К сожалению. А по ним пока нет перевода. Но они уже представляют у себя что-то такое интересное и какое-то более новое что-то по новеллам на Сакуре. Но, к сожалению, опять же, нет перевода. А перевожу я немножко кривовато. Но в английском я далеко не англичанин. То есть что-то я знаю, довольно много знаю, но этого недостаточно. Поэтому пока что никак. Ну и, скорее всего, когда мы пройдем с Swim Club, то возможно, я пока что приостановлюсь, потому что, ну, одна Сакура на канале это будет слишком однообразно, мне кажется. Ладно, идем дальше. А люди всегда шепчутся у меня за спиной о том, что я за человек. Они никогда меня не понимали. Меня всегда сравнивали с моими родителями. Практически каждый в стране знает их имена. Но все равно мне нужно присматриваться клубом. Если я не найду чем заняться в этом скучном месте, я просто сойду с ума. Это будет замечательным местом, чтобы найти новых друзей. А, точно. Какой в этом смысл? Я уже знаю, что произойдет. Черт побери, мне не нужно об этом думать. Я надеюсь, что здесь будет лучше, чем в других школах. Лениво размышляя, я во что-то врезаюсь. Или в кого-то. Довольно сильно, чтобы упасть. Ошеломленный, я медленно осматриваюсь. От удара я не могу сфокусировать взгляд. С чем я столкнулся? Ух ты. Полоски, я вижу много полосок. Особенно вот здесь. Как минимум штучки три. Так. Такая нелепая музыка еще. Под нелепый момент. синие и белые полоски. Понемногу зрение приходит в норму и наконец я понимаю, что случилось. Темноволосая девушка с бледно-голубыми глазами смотрит на меня. Ее мини-юбка совершенно не скрывает трусиков. Подождите-ка, это же та девушка, что сидела рядом со мной в классе. Что ты озвучка? Озвучка? Стоп. Так. Вот. Не прерывать голос. Вот, к сожалению, это либо в меню, либо здесь все так и есть. Нельзя сменить озвучку, допустим, на английскую. Да и вообще, мне кажется, озвучка в новеллах это что-то такое лишнее, по-моему, нет? Так. Вот на эту серию я просто уберу, хотя стоп, нет, 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 нет. На эту серию я оставлю, чтобы сделать какой-то вывод, потому что один диалог, как бы, ничего не решает, но мне кажется, что озвучка в новеллах это, по-моему, лишнее. Хотя это было бы интересно. Озвучиваю же я, в конце концов. Смотри, куда прешь, дурак. Прости. Ты неискренен. Она сердит и ругает меня, не зная, что показывает. Я думаю, лучше сказать ей об этом. А прости меня. Ты не прощен. А тебе нужно быть более внимательным по отношению к другим, когда ты ходишь по школе. Она не слушает меня. Мне нужно попытаться снова. Это не... Это неуместно. Я не это хотел сказать. Она слишком увлечена выражением своего гнева, чтобы заметить проблему. Но я не сдаюсь. Послушай меня. У тебя проблемы. Да, ты врезался в меня. А вот в чем проблема. Нет, не то. Так. Что ты хочешь сказать? Что не так? А почему ты так смотришь на меня? Она медленно опускает взгляд и видит, в чем проблема. Так, все. Почти. ее лицо наливается красным румянцем. Она тут же опускает руки, поправляя юбку, чтобы вскрыть свои полоски. Но это не помогает. Ты все видел? Да. О нет. Зачем я это сказал? Эти слова казались для нее как удар кувалдой. Как ты можешь так просто признаваться в такой непристойности? Это просто случайность. Я не хотел смотреть на твои трусики. Думаю, я ее только разозлил. Она вскакивает и убегает по коридору. А тебе лучше никому не говорить о произошедшем. Я узнаю, кто это сделал. В смысле? А некоторое время я просто сижу, медленно переваривая то, что произошло. Потом я осознаю, что сижу на полу и быстро встаю на ноги. Какое странное столкновение. Стоп, она же сидит в классе делом со мной. Следующий урок будет неловким. Да. Мои уроки медленно тянутся всю оставшуюся часть дня. А единственное, что меня сейчас интересует, это когда же прозвенит звонок. Это всего лишь вопрос времени. Нет никаких следов девушки, в которую я врезался. Но перед тем, как вы уйдете, я хочу вас предупредить. Убедитесь в том, что вы замечательно запомнили материал. Не забывайте, это будет в ваших экзаменах в этом семестре. А после его слов прозвучал звонок. Наконец наступило время уходить. Долгий, скучный и бессмысленный первый день. Однако, я еще ознакомился не со всеми клубами. Когда я собрался уходить, он снова обращался ко мне. Каэда, я хотел бы поговорить с вами. Да. А как прошел ваш первый день? Если честно, я ожидал от него больше. И что же вы ожидали? А вы правда хотите знать? И его явно разочаровал мой ответ. Понятно. Он идет к столу собирать вещи. Замечательно. Вы посмотрели все клубы? Несколько из них. Ни один мне не понравился. Я продолжил знакомиться с ними, но не уверен, что мне понравится хотя бы один. Он неловко поправляет очки. Окей. Надеюсь, вы найдете место, где сможете весело проводить время. И еще. Даже если вам не понравится ни один клуб, пожалуйста, присоединитесь к одному, окей? А его дон открыто намекает на то, что я не могу отказаться. Вам действительно это нужно? Может плавание? Может плавание? он просто качает головой. Поверьте, это не стоит вашего внимания. Это почему? Я уже говорил вам раньше, что у него плохая репутация. Он пожимает плечами. Конечно, если вы хотите, вы можете туда вступить. Но я не думаю, что он подойдет вам. Несмотря ни на что, мне хочется узнать об этом клубе побольше. А как пройти в школьный бассейн? Сдавшись, он тяжко вздыхает. От этого класса вниз по коридору. Потом свернуть направо, еще раз направо, потом налево. Надеюсь, вы найдете то, что ищете. Он складывает свои вещи и выходит из класса. А увидимся завтра, Кэда. Надеюсь, я смог вам помочь. Я понял, что он имеет ввиду. Мне не нравится, как он отзывается о клубе плавания. Разве это правильно, когда преподаватели критикуют такие вещи? Что не так с клубом плавания? Почему он так говорит о нем? Все это пробуждает мое любопытство. Что не так с этим клубом? Думаю, я могу узнать правду прямо сейчас. Наконец, я стою перед входом в бассейн. Путь сюда занял у меня чуть больше времени, чем я ожидал. Похоже, клуб плавания за этой дверью. После всех несчастья, полученных здесь, я должен узнать, что с этим клубом не так. Как только я вошел в дверь, в ноздри ударил сильный запах хлора. Когда я последний раз его нюхал. В хорошем бассейне я был очень давно. Я впечатлен, это здание огромное. Передо мной раскинулся бассейн полной олимпийской длины. Оглядевшись, я никого поблизости не увидел. единственный звук это плескание воды в бассейне. Интересно, а в клубе плавания сегодня должна быть тренировка, поэтому я и пришел? Ну, где же все? Эй, тут кто-нибудь есть? В ответ тишина. Никого нет, ни души. Может, а тренировка не сегодня? Но учитель сказал, что сегодня. Я не знаю, если в клубе никого нет, то очевидно я не могу записаться в него. Эй! Эхо прям откокатилось по зданию бассейна. Тут действительно пусто. Возможно, мне стоит немного подождать. Они могли что-то изменить. Или я чего-то не понимаю. Я решаю подождать еще немного. Несколько минут, то есть. от скуки я смотрю на воду. Разве я не любил плавать? Я не помню. Что еще более важно, почему здесь никого нет? В такой жаркий день, как этот, кто-то должен был пользоваться бассейном. Ну, окей. почему оно отменено? Так, поспрашивать об этом о чем? Почему оно отменено? Или что? Ну, допустим. Может, мне у кого-нибудь об этом спросить? Может, кто-то из других клубов знает, почему здесь никого нет? Как только я собрался уходить, сзади раздался вплеск. из воды появились две девушки. Две хорошо, точнее, одна хорошо, две лучше, а в плане сисек тут тоже можно умножить на два. Два на два. Подождите-ка, одна из них та самая темно-восая девушка. Та, что сидит рядом со мной в классе. На них купальники, но они практически расползлись. Лямки тоже расползаются. Они оба отчаянно пытаются удержать их. Но это не помогает. Я вижу их почти оголенные тела. Они смотрят друг на друга и их щеки становятся красными как розы. Эти двое и есть ужас, о котором говорил учитель. Так стыдно. как думаешь, а каково мне смотреть на тебя в таком виде? Да кого это волнует? Меня это волнует. Тебе нужно быть осторожнее. Это тебе нужно быть осторожнее. но это твоя вина. Это не так. Они где-то спорят друг с другом, не замечая меня. Кажется, они совсем забыли о купальниках. С каждым мгновением их купальники расползаются, оголяют все больше и больше бледной кожи. Я не знаю, что мне делать. Ой, купальники! Хорошо, что вокруг никого нет, так ведь? говорит, одновременно осматривая помещение. Представив, как бы было стыдно, если бы кто-нибудь увидел. А ее бледно-голубые глаза уставились на меня. О, нет, меня заметили. Что? Что-то не так? Темноволосая девушка молча смотрит на меня. Заметив мое присутствие, другая девушка тоже замолчала. Их лица окрашиваются в ярко-лиловый цвет. А приходит несколько неловких секунд прежде, чем они начали говорить «А хватит на нас пелиться, извращенец!» Они стараются прикрыться, но это не очень-то помогает. А наступавшая паника заставляет их купальники расползаться еще больше, быстрее. А неловкая ситуация превращается в отчаянное сражение между ними и их купальниками. И они апрегируют. Это плохо. Кажется, они уже ничего не могут сделать, чтобы остановить это. Убирайся от сейчас же! Ты худший извращенец! Они обе недовольны сверлят меня взглядом. Возмущенный взгляд беловолосой девушки быстро превращается в панический. О, нет! Он разваливается! Я не могу это остановить! Помоги мне! Она не успела договорить, как ее купальник разорвался пополам. Ее лицо красное, как угли в печи. На мгновение она отрывает взгляд от меня, разбираясь со своей проблемой. А мой купальник больше не рвется. Я просто раздался треск рвущейся ткани. Ее лицо покраснело. Почему я? Она отчаянно смотрит на купальник. Черт возьми! Я не собираюсь это терпеть! Несмотря на свои собственные проблемы, они все еще косятся на меня. Я удивлен, что они все еще в состоянии удерживать свои купальники. Хватит пялиться на нас! Уходи! Сейчас же! Ты слышал ее? Топай отсюда! Думаю, лучше их послушать. Я медленно выхожу из здания бассейна, чувствуя, что они осверх меня взглядом. Спустя некоторое время парочка выходит из раздевалки. Я решил дождаться их снаружи. На их лицах все еще румянец. ты все еще здесь? Так, фу, гляну-ка и время. Так, и по времени нам надо бы заканчивать. Было бы замечательно, если бы я дошел до трои точек, до точек и до перемещения на другую локацию, но я не уверен, насколько долго это будет продолжаться. Поэтому я уже хотел после диалога с ними закончить. Поэтому так мы и сделаем. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. С вами был Бакс, хорошего, до встречи, еще увидимся. .